Рождество Иисуса Христа было так. Я хочу, чтобы вы поняли, что когда Матфей пишет Рождество Иисуса Христа, он имеет в виду и его имя и должность. Христос это не фамилия. Иисус это, естественно, мессианство, это его функция. Никто его не называл Иисус Христос в его молодые годы. Естественно, Мария тоже не называла его Иисусом Христом. Она его называла Иешуа. Она его называла сыном своим. Итак, Рождество его было так. По обручению матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Здесь требуется, наверное, небольшое отступление, чтобы мы поняли, что означает по обручению матери его, Марии с Иосифом, прежде чем они сочетались. Они жили в еврейской деревне. И, естественно, и жизнь Иосифа, и жизнь Марии, еще даже до вступления в брак, она полностью соответствовала еврейской традиции того времени. Было принято, что за год до фактической свадьбы происходит обряд обручения, когда договариваются родители между собой. И этот обряд назывался Кидушин, от слова Кадош, что обозначает на еврейском Святой, на арамейском Кидушин, вместо еврейского Кидушим, обозначает обряд освящения, или посвящения, если хотите, или святости мужу и жены, когда этот обряд, Святой обряд, соединение и таинство двух в одно. Вот за год до непосредственной свадьбы происходило то, что мы сегодня называем словом обручения или Кидушин. Он происходил следующим образом. Помните, в присутствии двух или трех свидетелей подтвердится каждое слово. Значит, в данном случае было два свидетеля, обязательно, и жених передавал невесте кольцо. Невеста не обязательно мужу передавала кольцо, это гораздо более позднее развитие. И произносил он фразу посвящения жены мужа. «Эта жена посвящается мне в жены». Это был обряд. Так вот, с момента принятия этого кольца и мужчина, и женщина становились де юре. Я хочу подчеркнуть, не де факто, они еще не жили вместе, но де юре, то есть юридически они становились мужем и женой. Но при этом до дня свадьбы им запрещена была супружеская близость и им запрещалось даже оставаться вдвоем вместе без присутствия либо свидетелей, либо ближайших родственников. В свою очередь через год должна была состояться свадьба. Свадьба удостоверялась тем, что она есть, а она начиналась с момента подписания «кту бы» или «кту вы», от слова «ликтов» или «ктива», «ктов», которое обозначало написание. Это был документ, юридический документ, в котором свидетели от общины удостоверяли обещание мужа содержать ее, обеспечивая всем необходимым. Эти документы остались до сегодняшнего дня, есть свидетельства той эпохи, эта традиция продолжается в израильском народе до сегодняшнего дня. На самом деле это юридический документ, который не только и не столько описывает, как и вы, обязательства мужа по отношению к жене, но в большей части они посвящены, что будет, если муж захочет развести и в этом случае он должен ее отпустить или предоставить ей гетт на арамейском языке или отпущение. Интересно почитать сегодня эти «ктубот» или вот эти брачные договора. Муж обещается жену кормить, он обещает ее одевать и он в обязательном порядке, в каждой «ктубе», вы можете прочитать, обещает покупать ей дорогие украшения, то есть Иосиф, естественно, подписывал договор с Марией, осталось достаточно много той эпохи, где он обещает покупать ей украшения. Но в рассказе у Матфея идет ситуация, когда они уже были обручены и прежде, нежели они сочетались, то есть прежде, чем наступил обряд подписания ктубы или непосредственно свадьбы, Писание говорит, что оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. В случае, если женщина грешила, или даже она грешила вместе со своим будущим мужем, это называлось блудом, до обряда хупы или капе, или когда мужчина и женщина становились под натянутая молитвенная покрывала и произносились благословения, семь благословений, которые удостоверяли практически вступление их в брак. Итак, до этого вступления в брак вдруг оказалось, что Мария беременна. В ктубе, как я уже говорил, было написано, что мужчина должен ей давать, когда они живут, а также что происходит в случае развода. Если он брал в жены девицу, то в случае развода он должен был ей заплатить годовое содержание, а вот ежели он брал не девицу, а, скажем, разведенную или вдову, то содержание должно было быть меньше, порядка в половину от годового содержания, но это как бы не суть важна, а что да, важно здесь, что Иосиф, будучи праведен, он, не желая огласить, и хотел тайно отпустить ее. Что интересно, что когда обнаружилось, по всей виденности, Мария сказала об этом до или при моменте, или момент подписания ктубы, чтобы не ставить Иосифа в совершенно уже досмысленное положение, и Иосиф, будучи праведен, он, естественно, хочет ее отпустить. На первый взгляд, создается впечатление, что праведность Иосифа находится в некотором противоречии с требованиями закона. Я с вашего разрешения прочитаю, что говорит по этому поводу книга Второзаконие 22 глава. Теоретически да. Но практически мы должны понимать, что события происходят не в безвоздушном пространстве, и ко временам Второго храма в иудаизмах, я подчеркиваю, иудаизмах, не в иудаизме, потому что были разногласия, противоречия и жаркие споры внутри иудаизма в того времени, возникло целый список, целый, каким образом толковать те или другие места Торы. Итак, во времена Второго храма в иудаизмах появляется, не появляется, а продолжается традиция расширенного толкования закона, опирающейся в гораздо большей степени на высокие моральные требования, устанавливаемые Писанием, чем на то, что называется букву закона. Итак, людей, которые следовали более расширенному пониманию, было принято называть хасидами, вы, наверное, слышали это имя, движение хасидизма возникло позднее на Украине, в Польше, уже близко к периоду реформации, но вот тогда это, естественно, были другие хасиды, одевались они иначе, лидеры у них были иначе, но суть состоял в том, что большое внимание уделялось моральному толкованию Писания, скорее, чем буквальное выполнение каждой ее буквы. Итак, согласно букве, называлось лефи дин, дин, это обозначает суд, а вот мишурат до буквы закона, по мере милости мидат хасидут, то есть, мида, это мера, хасидут, то есть, по милости или по справедливости человеческой, или по праведности, хасид, это нечто среднее, наверное, в переводе между праведностью и милостью. Например, в Талмудическом трактате Бава Меция 87 можно увидеть, например, как толкуется закон, или как он толковался во времена Иисуса. Я прочитаю вам отрывок из Талмудического трактата. Рава Бархана, Рава, это то же самое, что Рав, Равин, видимо, человек с неплохим достатком, нанял рабочих для переноски принадлежащих ему бочек вина. Рабочие намеренно разбили его бочки и причинили ему ущерб. Для того, чтобы иметь возможность обратиться к суду за возмещением ущерба, Рава удержал их дорогую одежду, которая была у него в качестве залога. Рабочие обратились к Раве, то есть, к главному Равину, который постановил, что Рава Бархана должен вернуть им одежду, потому что, как написано в книге Притч 2.20, ходи путем добрых. Но этим дело не заканчивается. В конце дня рабочие пришли к Бархане и потребовали плату за день, так как рабочий день подошел к концу, а они голодны. И снова Рава постановил, что они должны получить плату, как написано там же, держись стезей праведников. Понятно, что по букве закона, естественно, он имел право удержать у них одежду, правда, написано, что ты не можешь не вернуть эту одежду рабочим к концу дня, чтобы у них было что на себя одеть. Но по букве закона он мог эту одежду удержать, и более того, они должны были возместить плату за ущерб, который они сделали умышленно. но тем не менее, в своем постановлении раба исходит не из анализа фактов, а из этических требований, которые Господь, Бог Всевышний предъявляет к своим рабам. Мне кажется, что вот именно с этой точки зрения надо смотреть на то, каким образом Иосиф, будучи человеком, естественно, тоже праведным, и, скорее всего, принадлежащим вот к этому более расширенному толкованию закона, он считает, что он может отпустить Марию и без того, чтобы наказать ее. Как на этом этапе, ему совершенно непонятно, что на самом деле происходит. Но вот он, естественно, об этом помыслил, и когда он помыслил, вот ангел Господень является ему во сне. Кстати говоря, в иудаизмах или в иудаизме того времени в видение во сне, они не рассматривались как некая харизматическая крайность и были, естественно, продолжением обыкновенной жизни человека и рассматривались как вполне конкретная вещь. Он говорит, не бойся принять Марию или Мирьем жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит сына, наречешь ему имя Иисус. Понятно, ибо он спасет естественно, что он спасет людей от грехов. Их, потому что Иешуа это обозначает спасение. Итак, он спасет народ свой, а в сессии произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет родит сына». Исаия 7.14 Нарекут ему Иммануэль, что значит с нами Бог. Иммануэль, на самом деле не совсем точно, потому что, да, это цитата из Исаии, но чтобы назвать Иммануэль на еврейском простом, это будет Итануэль, не Иммануэль. Иммануэль не просто с Богом, а вот вместе, вместе с Богом, Иммануэль, но я хочу вот на что обратить внимание. Здесь нам говорят о молодой женщине, и очень много копий, естественно, сломано по этому поводу, что это Alma или Parthens. Alma это на иврите Исаии молодая женщина или это детственница, и что значит Parthenos здесь в греческом тексте. На иврите Alma обозначает молодая молодая женщина. Это то, что у нас есть в Исаии. на греческом языке партенос в принципе тоже молодая женщина и молодая женщина плюс девственница. здесь наверное то же самое. Дело вот в чем. Я думаю, что споры по поводу молодая женщина или девственница это мы сегодня задаемся такими вопросами. В древние времена в 99,9% случаев таких споров вообще не было, потому что молодая женщина в силу специфического положения или патриархата очень серьезного в древние времена она всегда она всегда 99% была девственница. Поэтому я не думаю, что первоначально читатели Исаии или вот кусочков из Матфея они вообще понимали о чем идет речь и они естественно не забивали себе голову подобными вещами. Но надо сказать честно, я думаю, что споры они бесплодны здесь, потому что да, существует в литературе упоминание слова альма как молодая женщина и существует как девственница и то же самое происходит с словом партенус то бишь девственница. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com Еще может быть одну вещь я хочу сказать по поводу использования пророчеств как я образом они упоминаются в Новом Завете. Это очень важный элемент и он нам очень пригодит с вами подобный подход. Мы привыкли буквально разбирая описание что обязательно пророчество имеет стопроцентное отношение к описывая ему событию. Хотя чисто еврейский подход когда вы используете пророчество как некий мидраж который должен скорее показать ситуационный контекст писания ассоциативную связь навести читателя на какую-то на какую-то мысль но попытка буквально каждое слово пророчества истолковаться но не приводит к положительным результатам вкрапление пророческих параллелей в историческое повествование это достаточно распространенный прием в еврейской литературе я хочу привести вам как пример мидраж ханука которым читателю достаточно понятно будет понять каким образом вообще используется пророчество или использовались пророчества во времена Иисуса вот я прочитаю так прошло три года и увидели греки что бесполезным оказался закон ибо ни один из израильтян не упал и не сломался и придумали другой запрет после глашатаев объявлять всякий израильтянин у которого есть бык или баран пусть вырежет на рогах его что нет у него части с богом Израиля все это чтобы не было у евреев ни мяса ни молока ни сыра и чтобы не могли обрабатывать землю греки думали что уж этого-то закона евреи точно не выдержат евреи же узнав о новом законе весьма опечалились и решили так не отречемся упаси бог от святого бога нашего и продали с торгов весь скот чистый и нечистый и с тех пор ходили пешком и тогда существилось в них сказано я видел рабов на конях а князья как рабы ходят пешком по земле это из экклезиаста 10 глава 7 стих хотя совершенно понятно что контекст не имеет ни малейшего отношения к тому запрету который греки возложили на Израиль теперь мы продолжим читать и всевышний сказал им это наказание за то что пренебрегали вы заповедью регалим регалим это заповеди восхождения трижды в Иерусалим и не восходили трижды в год в Иерусалим или в Иерусалим для приношения жертв поэтому осуществляется в вас бык твой зарезан будет пред твоими глазами из книги второзакония 28 глава 31 стих но и в этой ситуации находилось утешение ибо лани и олени и всякая чистая птица выходили во дворе входили во дворы израильтян ибо не было у них ни дверей ни ворот израильтяне желовили их забивали и ели мясо проставляя всевышнего говоря благословен превративший вражеский замысел во благо и всевышний отвечал им за то что вы верны мне не отреклись от меня зато придаю в вашу руку эту ловитву или то что вы ловите увидели греки что не сломил этот запрет израильтян и придумали новое постановление всякий чья жена пойдет окунаться в мекву то есть в водоем водоем для ритуального омовения будет убит мечом и всякий кто увидит ее может взять ее в жены а дети ему будут рабами и когда узнали израильтяне об этом запрете стали воздерживаться и не входили к женам своим то есть воздерживались от физической близости со своими женами издорадствовали греки раз израильтяне не входят к своим женам войдем к ним мы и вынуждены были израильтяне по принуждению ходить к женам своим без омовения и молились говоря владыка мира съеделаем мы по принуждению и по неволе ибо нехорошо жене быть замужем без удовлетворения ответил всевышний так как вы сделали это ненамеренно я очищу вас и открылся источник в каждом доме что все дочери израиля смогли совершать омовение и осуществилось в этом сказанное внимательно и с радостью будете вычерпать воду из источников спасения Исайя 12 3 а также сказанное омоет господь скверну с дочерей сиона Исайя 4 4 мы видим совершенно очевидно что эти прощества вообще не имеют никакого отношения к этому медрашу однако что нас интересует это достаточно вольный подход к использованию прощества евреями того времени поэтому вполне закономерно что и здесь используется кусочек из Исайи ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии Субтитры создавал DimaTorzok